Салют, малыши. Как вы относитесь к мамбл рэпу? Нет, не отвечайте сейчас. Вне зависимости от ответа вам стоит знать несколько интересных фактов о Лил Яте. Например, его диссел Джей Кол, только вот совсем недавно он записал с ним совместный трек. Джей Кол переобулся? Нет, я думаю, это Лил Яте заставил Коула поменять носки на более свежие. Пожалуй, начну с того, как именно Лил Яте начал свой путь в большой хип-хоп движухе. И я настаиваю на слове хип-хоп. Скоро вы поймете почему. Вот так Лил Яте показал свои скиллы фристайла на Hot 97, на канале, который, так скажем, чтит традиции старенького хип-хопа. Я не хочу язвить на тему его ужасного фристайла. Если что, не каждый исполнитель хорош в свободном плавании. Ну, типа, вы поняли, да? Свободное плавание, как фристайл. Лил Боут, Лил Яте, завали ебан... Мнение насчет его фристайла может быть у каждого свое. И даже фраза «Я не рэпер» не делала из него посмешище. Но вот его изречение по поводу индустрии того времени заставило очень много ценителей старого хип-хопа обозлиться на него. Но не спешите с выводами. Во-первых, это было давно. А во-вторых, он так чувствует. Да, сказал, что относится несерьезно. Да, сказал, что все ради денег. Но не нам его судить, верно? Давайте лучше разберемся, что было потом, окей? Я, конечно, понимаю, что вы уже знаете все спойлеры на свете и будете тыкать его совместными фотками с Дрейком в экран и пытаться достучаться до меня. Но я бы с кайфом рассказал о том, как Лил Яти прошел путь от мамбл-рэпера средней руки, делающего все ради денег и прикола, до взрослого исполнителя, который в моменте даже не обращает внимания на прослушивание, дабы помочь молодым проспектам. Но перед этим я попрошу тебя подписаться на мой телеграм-канал, где я держу более плотный коннект с аудиторией. Ссылка в описании. Старшему поколению рэпа-авангарда не нравился так называемый мамбл-рэп. Все мы помним недовольство Снуп Дога на этот счет. That's what's wrong right now, everybody trying to rap the same style with the... I don't know who created it, if it was future, Amigos, but all them niggas sound the same. Но большинство площадок понимало, что изменения неизбежны, соответственно, они поощряли фрешменов. Так мы и увидели Боута на XXL Cypher 2016 года. Смотря на эту фотку, думаю, никто не сможет сказать что-то по типу... Да, они до сих пор не привнесли ничего свежего в индустрию. Каждого из них вы знаете. И более того, знаете хотя бы один трек из их дискографии. Это был легендарный Cypher. Через несколько месяцев выходит интервью на канале Pitchfork, где он сказал, что Нотариуса Биайджи переоценивают, а также он с трудом вспомнит название хотя бы пяти песен тупака. И знаете, его очень сильно забросали какашками. Настолько сильно, что, возможно, любой другой рэпер бы не стал продолжать вести себя так опрометчиво. Но Lil Yati знал, что его трек Брокколи уже на пятом месте в билборд, и цифры говорят сами за себя. Помимо этого трека, его релизы Lil Boat и Summer Songs 2 уже вовсю играли в ушах у всех, кто подшарил за новый звук. И скажу лично за себя. В 2016 мне было немножечко похуй на то, что он не вываливает тысячу комплиментов в сторону старичков рэпа. Я кайфовал от его музыки. Супер легкое звучание, под которое хочется улыбаться и получать удовольствие от этого мямления под бит. А такое слово вообще есть? Мямление, блять. Ладно, не суть. Рэп-комьюнити тех времен не было таким гибким, как сейчас, поэтому и к новому они привыкали очень долго и с некой опаской. Допустим, вот с таким лицом DJ Funk Flex отреагировал на строчку в свой адрес от Lil Yati. Now listen, that's cold motherfucking bars, nigga. You don't know nothing about that. Также J.Cole задиссил его в своем треке. Но все это просто хейт. Это не было похоже на конструктивную критику. Исходя из этого, Yati не особо сильно загонялся по этому поводу. Как минимум, мне так кажется. А как максимум, его треки звучали так, как будто он специально дразнит всю индустрию. Рекламодатели тоже не прошли мимо лодки. Только вот он выцепил очень крупный контракт, а не хейт. Он стал одним из лиц спрайта и снялся в рекламе для газировки вместе с Леброном Джеймсом. Буквально за полгода он заработал около 13 лямов баксов. Чел, которого хейтила пол комьюнити, заработал столько кэша. И что? Вы думаете, он ответил диссом и сказал, что на головы им срал? Нет, он вполне дружелюбно общался со своей аудиторией и всегда был позитивным. Хотя бы на камеру. После успешного 16-го года он выпустил свой дебютный студийный альбом Teenage Emotions. Который не нашел активного отклика у аудитории. Честно сказать, я тоже не совсем понял тот релиз. Кстати, тогда я думал, что он уже достиг своего пика в музыке и отчасти я был прав. Сам же Яти немного тильтанул, увидев цифры прослушиваний. Но это еще не самые маленькие стримы в его жизни. Его второй альбом Lil Boat The Second разошелся чуть лучше. Но после этого релиза много кто стал говорить, что он вывозит только лишь благодаря фитам. Ведь из 17 треков, 10 это фиты. Альбом реально получился такой себе. Непонятный концепт, который лично меня заставлял все больше вспоминать о первом Lil Boat. В том же 18-м году вышел Nothing To Prove. Где также много треков, много фитов. Но мало желания его повторно слушать. На тот момент казалось, что старички типа Snoop Dogg правы. И это рэперы на один сезон, которые скоро потухнут. Но скорее всего дело в его подходе к музыке. На своих первых релизах он излучал позитив и безразличие ко всему происходящему. А ко второму Lil Boat он как будто превратился в крутого такого тагера с улиц. Только вот он не такой. Ему такое не к лицу. И аудитория это чувствовала. Впоследствии они еще и не нашли общего языка со своей командой, с которой Lil Yati работал несколько лет. И я в это углубляться не хочу. Копаться в грязном белье такая себе тема. Тем более учитывая тот факт, что у них не было контрактов. Поэтому все, что есть в интернете на этот счет, это несколько высказываний Lil Yati и наши теоретические догадки. Но вот чего я реально не помню, так это громких разногласий в его команде. Это о чем-то договорит. Он залег на пару лет на дно. Но 20-й год ознаменовался годом изменений культуры. И нет, он не выпустил в том году чего-то невероятного. Он написал песню для City Girls. И на данный момент это самая популярная песня этих малышек. Он серьезно написал песню для девушек. А любит ли он член? В то время в индустрии появилось очень много женского рэпа. И существует такое мнение, якобы Lil Yati сыграл в этом немаловажную роль. Ведь открыл глаза на то, как можно писать текста для женского рэпа. Lil Boat 3 20-го года тоже оставлю без комментов. Он понял, что ему нужно меняться. Нужно менять музыку, образ и свое отношение к делу. Он избавился от своих косичек. Перестал делать вид, что он гангстер. Но и улыбаться он стал реже. Зато стал увереннее ходить. Более стильно одеваться. Малый по-взрасту. Я клянусь, больше таких приколов не будет. Он даже выпустил линейку лаков ногтей для мужчин. Стал сооснователем лейбла Concrete Boys. И в конце концов четко все для себя решил. Кто не трахается с его дерьмом, да, тот идет нюхать яйца. Поэтому в 2021 году он выпускает Michigan Boy Boat. Где выразил респект типам с Мичигана. Стримов это особо не собрало. Но зато он показал свою лояльность к фрешменам и типам, которые достойны большего внимания к своей персоне. Аудитория вообще не поняла, нахуй он туда полез. Но вот что сам Ятье сказал на этот счет. Я просто хотел показать свою любовь. И все. Я просто хотел показать свою любовь всем этим парням и их таланту. Я чувствую, что очень круто стелю на эти биты. И вообще, Ятье частенько залетает к проспектам на фиты. Из недавних фитов я могу вспомнить их коннект с Немзом. И к чему же я это веду? А возможно к его совместной работе с Тейм Импалой? Я понимаю, что большинство его аудитории вообще не выкупило за это. Но так или иначе, будучи на позиции авангардиста, рэп-движухи, он делает то, что ему нравится. Он совсем не последовательный, это его фишка. В один год он может залететь на фит к UK Drill Rapper и фитануть вместе с Инди Рокерами. Его коннект с Дрейком мне не кажется фейковым, он может найти общий язык с кем угодно. Тем более Дрейк, плюс Фэйм и все такое, you know. Насколько я знаю, Яти помогал продюсировать несколько песен с Хёрлос, и именно он выбирал обложку для этого альбома. Была еще прикольная история с тем, как он скинул свой трек типу, который хотел его хакнуть. Только этот трек стал одним из самых вирусных в ТикТоке, и именно этот трек заставил меня вспомнить о Лил Яти. Ведь после 2018 года я его принципиально не слушал. Я реально не мог понять, это Рофлз или Яти на полном серьезе сделал такой трек? Это оказался не Рофлз, если чё. Ну и его психоделик рок-альбом. Чё насчет него можно сказать? Не, ну правда, я конечно принимаю точку зрения типов, которые говорят, что Яти ёбнулся головой, но неужели это не гениально? Быть настолько непоследовательным в своей музыке и дропать все, что по кайфу, но в то же время суперскурпулезно относиться к звуку. Это охуенно. А еще лучше осознавать тот факт, что сразу после психоделик-рока он дропнул рэп-релиз. И он тоже звучит круто. В этом весь Яти. Я считаю символично закончить видео, сказав, что Яти все-таки фитанул с Джей Коулом. Хотя я это уже упоминал. И Лодка сказал там, что наконец-то они прохавали, что я секретный рецепт. Это неплохая история, как фрешмен, которого шпеняли все, кому не лень, собирал цифры на своих первых релизах. А потом понял, что может изнутри повлиять на индустрию и стал делать то, что ему нравится, забив на стримы. А в итоге лутанул и признание, и цифры. Хотя вроде бы тупым мамбл-рэперком был. Кто-то пон вообще, чё произошло? Я нет. Спасибо за внимание, еще услышимся.